Приветствую вас! Постоянные переезды могут быть связаны с несколькими важными аспектами человеческой личности, которые являются как проявлением индивидуальности, так и проявлением определенного рода противоречий, конфликтов, страхов, сомнений, комплексов неудачного опыта прошлого и так далее. Давайте мы начнем, наверное, сначала с позитивного чего-то, а потом перейдем к более негативным. Человеку может нравиться объективно, просто чисто объективно, да, человеку может нравиться заниматься путешествиями, человеку может нравиться приезжать вместо на место и человеку, в принципе, может устраивать такая вот история, что, ну, постоянно что-то новое, да, постоянно что-то новое. Человека может устраивать. Вот. И это, в общем-то, нормально. То есть, есть люди, которые постоянно переезжают с места на место. Вот. Там их им нравится путешествовать, им нравится постигать новые, им нравится обогащаться. Вот. Ну, а ценности такого рода развития можно спорить, конечно, конечно. Вот. Но, тем не менее, это выбор человека. И если это выбор человека, то почему бы и нет. Вот. А, значит, что касается более негативной истории, то это бег от себя, это не принятие своих ассоциативных цепочек, ассоциативных следов, если можно так выразиться. Вот. Ну, а мы так выразимся. Вот. То есть, тут вот такой момент, он имеет прям место быть, то, что человек, переезжая, просто вот бежит от себя сам, от своих чувств, от своих переживаний и так далее. Вот. Вы говорите, что спустя какое-то время на новом месте, да, значит, все становится тягостным, завязчивым. Ну, вот. Проблем в семье нет. Личной жизни тоже ничего такого, от чего хотелось бы убежать. Вот. Вы бежите от самой себя. Вы не бежите от семьи, не бежите от личной жизни. По крайней мере, сознательно нет. Вот. Ну, вы же понимаете, что личную жизнь достаточно сложно, знаете ли, построить, сложно построить личную жизнь. Когда, ну, грубо говоря, ты передвигаешься, вот, с места на место. И опять же, я не думаю, что, ну, что вы будете с этим спорить. Так что, насчет того, что у вас все хорошо в личной жизни, ну, я бы здесь, эм... Так вот. Дальше. А, значит, если что-то на вас давит, то это нужно поисследовать. Что именно на вас давит. То есть, почему что-то становится давящим, тягостящим вас. Может быть, речь идет о каких-то обязательствах, которые, по-вашему мнению, возникают. Возникают. Может быть, вас съедает быт. Ну, вам неприятен быт. Вот. И вам, ну, просто, вот, тяжело дается быть. Хочется чего-то нового. Хочется постоянно, вот, новых впечатлений. А этого всего не происходит. Вот. Здесь, конечно, важна в таком случае работа с эмоциями вашими. Вот. Потому что вы, вот, в таком случае, совершенно очевидно себя не чувствуете, вы себя не ощущаете. Вот. И не занимаетесь тем, что вам достоинствует. Вы, по факту, по факту, вы просто заменяете, замещаете свою реализацию, возможность своей реализации. Вот. Вы замещаете такими вот путешествиями, которые вам, ну, понятное дело, ничего не дают. То есть, как я уже сказал, реализации как таковой в путешествиях не происходит, к сожалению. То есть, человек, он не меняется, он узнает что-то новое, но он не меняется сам. Вот. Иногда всё это обогащает, но в основном, в основном нет. В основном, в основном, к сожалению, нет. В основном ничего не происходит. Вот. Вот. И, в итоге, в итоге, вы остаетесь, просто, вот, в том, в том же самом состоянии, в каком мы были. Вот. К сожалению. К сожалению. Вот с тем, чтобы вам помочь найти себя, чтобы вам помочь не конфликтовать, самой, самой, чтобы всё-таки чувствовать себя, да, слышать себя, вот. И чтобы это не зависело от мест каких-то, ну, от каких-то вот конкретных мест, чтобы это не зависело, да. Вот. А, значит, вот. Я думаю, что вам именно для этого и, собственно, нужна помощь психолога. Ну, проконсультироваться со специалистом, вот. Чтобы лучше, чтобы лучше, ну, чтобы лучше себя понимать, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы лучше знать, что вам хочется, что вам нужно и так далее. Вот. В основном, это не принятие суда. Вот в психологическое то же время. Ну, и такая вот определенная, знаете, определенные ностальгические чувства. Вот. Когда человек, например, живет постоянно, скажем, в том, скажем, в прошлом. Вот. Если человек живет прошлым, то, ну, его тянет постоянно вернуться в прошлое. Но в прошлый человек вернуться не может, вот. Зато может стараться снова и снова, да, переживать, переживать те эмоции, ну, вот, те свои эмоции, которые он когда-то пережил. Вот. Ну, вот. То есть, ну, работает, в принципе, это... Это так работает. Я, ну, конечно, не считаю это сколько-нибудь полезной истории для человека. Ну, не могу считать это полезной историей для человека. Вот. Не могу, не могу считать это полезной. Никак вот не получается считать это полезной. Ну, конечно. Но, тем не менее, тем не менее, люди, многие люди так опять же делают. Вот. Так они избегают личностного роста, избегают чего-то нового, боятся чего-то действительно по-настоящему нового, понимаете. Потому что опыт, он, вот, ну, он не приходит сразу. Эффект, результат от того, что вы делаете, сразу не приходит, не приходит. Вот. И мы плавно переходим к последнему моменту. Это страх близости, возможный страх близости, возможный страх привязаться. То есть, вы можете защищать себя постоянными приездами от возможности привязаться к чему-то или к кому-то. Вот. И таким образом, себя, ну, условно говоря, обезопасить. Вот. Страх близости, связан с непроработкой личных границ, как правило. То есть, разграничение ответственности. Где я, где ты, где моя ответственность, где твоя ответственность. Вот. Соответственно. И вот из-за этого возникает такой страх близости у людей. Вот. В чем близости, близости, ну, почему этот страх приводит к такому, к такому поверхностному достаточно характеру отношений. С другими людьми. Это именно вот такой очень поверхностный характер. Такие все, не близкие, не очень важные знакомства. Вот. Которые, которые могут чем-то кончиться, могут ничем не кончиться. Вообще. Ну, то есть. Такая вот история. Так что, да. Это, безусловно, имеет место быть. Вот. Вот. Ну, вот. Тот набор моментов, да. Эм. Которые. Ну, которые я вам. Эм. Которые я вам. Эм. Которые я вам рассказывал. Те моменты, они имеют, ну, имеют место быть. Вот. А что именно? И конкретно у вас? Какая именно у вас проблема? И какие противоречия лишат основе вашей ситуации? Я думаю, можно разобраться только на личной консультации. Если вы, ну, действительно хотите поисследовать это и хотите ситуацию изменить. Вот. Опять же, очень важный момент. Эм. Который нужно зафиксировать. Да. Заключается в том, зачем. Зачем вам, эм. Ну. Оставаться. Да. Зачем вам, эм. Ну, не ездить куда там, да. Эм. По миру. Допустим. То есть, ну, ну, зачем. Вот. Эм. Для этого нужна, нужна. Мотивация. Цель. Вот. Если вы хотите, хотите разобраться, например, с тем, почему на вас, эм. Начинает давить, вот, эм. Ну, окружающие, когда вы какое-то время проводите, эм. То с этим можно разобраться. Так что, опять же, весь вопрос в том, чего вы сами хотите, потому что у вас, эм, вот, вы просто спрашиваете, почему, но все же почему так? Эм. Вопрос не в том, почему. Вопрос в том, что вы хотите с этим делать. Эм. Причины не так, не так. Важны, на самом деле. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится и вы все-таки найдете свою гармонию и свое счастье. Продолжение следует.